Николай Живцов. Следак. Глава первая. — Серега, ты на кафедру! — услышал я укрик Кирилла, поднимаясь по лестнице на второй этаж корпуса. Сокурсник, собутыльник и просто мой дружбан стоял возле перил, задрав голову вверх. — Ага, туда. А чего хотел? — пришлось притормозить. — Так тебя ждать или ты надолго? — Весь его вид излучал нетерпение. Даже носки туфель были повернуты в сторону выхода. — Точно. Договаривался же с парнями съездить искупаться на пруды. Вздохнув, я геройски подавил себе желание свалить и возобновил подъем по лестнице. — Езжайте без меня. Я позже подъеду! — крикнул я ему. Возле кабинета толпились студенты. — Конец учебного года. Многие подчищали хвосты для допуска к сессии, а я все никак не мог довести до ума свою дипломную работу. Препод уже заездил с этими переделками. Все ему что-то было не так. Перфекционист на мою голову. — Кто последний? — поинтересовался я. Отозвалась читающая конспект и подпирающая спиной стену симпатичная блондинка с младшего курса. Визуально оценив форму девушки, я переместил свой взгляд на дверь. — К. Ю. Н. Морозов Алексей Вадимович. Гласила на ней табличка. Примостил свою спину к свободному пятачку стены. Стоял, изнывая от нетерпения и жары. Очередь не двигалась. Чтобы хоть как-то взбодриться, я принялся подкатывать к стоящей напротив блондинистой студентке. Та была явно не против флирта. Ее подкрашенные помадой губы мило мне улыбались. Глаза предвкушающе блестели, оценивая мой дорогой прикид и симпатичную внешность. Мы со Светиком, так звали девушку, уже начали договариваться о совместной поездке на пруды, как дверь распахнулась. — А-а-а, королько! На ловца и зверь бежит! В дверном проеме остановился мой научный руководитель Морозов. Поправив очки, он шагнул назад, взмахом руки приглашая меня следовать за ним. Подразочарованные и недовольные возгласы студентов, чью очередь я обошел, мы вошли в кабинет. Препод указал мне на стул, а сам уселся за один из столов, заваленных, как и два других, работами студентов. — Вот объясни мне, королько, что ты за человек такой? Вроде не дурак, а до последнего тянешь. Мне же еще рецензию писать! С этими словами Морозов вытянул у меня из рук папку с дипломной работой и, перелистав до третьей главы, принялся просматривать текст. — Извините, Алексей Вадимович, так получилось, — произнес я дежурную фразу, подпустив в голос раскаяния. — Ты же будущий юрист. Должен быть собранным и дисциплинированным. На последнем слове преподаватель поднял палец вверх, подчеркивая важность дисциплины для юриста. — Да какая дисциплина, Алексей Вадимович? Я же на гражданку собираюсь. Расплылся я в располагающей улыбке. — Не загадывай, Сергей. Жизнь — сложная штука, в ней всякое может случиться, — задумчиво произнес Морозов и вновь углубился в чтение исправленной версии третьей части дипломной работы. Спорить я не собирался. Незачем отвлекать научного руководителя. Время дорого, а мне еще на пруды ехать. Но про себя, конечно, послал Морозова куда подальше с его философствованиями. Себя я видел исключительно в топ-менеджменте крупной корпорации. На меньшее я был не согласен. Нет, понятно, что сперва придется побегать рядовым юристам в юридическом отделе или департаменте, но затем я его возглавлю, а там и в замы по правовым вопросам, или даже в гендиректоры выдвинусь. — Королько! — щелчок пальцев разогнал мои мечты о будущем. — Ну что? Вижу, поработал. Учел мои замечания. Оставляю работу и свободен. — Да ладно! — удивился я, но уточнять ничего не стал, а радостно поблагодарив своего научного руководителя, выскочил за дверь. — Свобода! — не удержался я в коридоре от возгласа и, приобняв Светика за талию, пропел. — Поехали, красавица, купаться! Девушка довольно засмеялась. — Подождешь меня? — спросила она, состроив одновременно просительное и многообещающее выражение лица. — На парковке! — уточнил я место своей дислокации и зашагал по лестнице вниз. У входа, засунув в уши наушники, я вытащил из кармана брелок с ключами от машины и двинул в сторону парковки. Но на середине пути вспомнил, что не мешало бы купить воду. Развернулся на 90 градусов и побежал к расположенному через дорогу магазину. А затем пришла боль. Кажется, у меня потрескались капилляры, вздулись в вены и поломались все кости. Больно было до безумия и самое ужасное. Боль не проходила. Но вдруг меня словно выдернули из охваченного болью тела, и я завис в нескольких метрах над землей. Внизу суетились люди. Одни бежали прочь, другие наоборот, подбирались с уже выставленными телефонами, как можно ближе к врезавшемуся в фонарный столб автомобилю. Верещали сирены спецтранспорта. А посреди всего этого хаоса лежало мое переломанное тело, из-под которого по асфальту растекалась темная жижа. Потрясение от увиденного на какое-то время застило мне обзор, и я почувствовал, что начал подниматься выше. «Нееет!» — заорал я во все свои астральные легкие и принялся загребать руками воздух, пытаясь лететь в обратную сторону. Мой крик, конечно же, оказался беззвучным, но вот подъем прекратился. Обнадеженный я напряг зрения. Вот только теперь мой взор застила тьма. Земля исчезла из вида. Вновь, беззвучно закричав, я продолжил грести. Сколько продолжался этот сумасшедший заплыв, я определить затрудняюсь. Время словно срослось с окружающей тьмой и заточило меня в вакуум, где я, напуганный до одури, и барахтался. И вдруг в этой черноте мигнул свет. Застыв от неожиданности, я спустя мгновение вновь с многократно усиленным рвением принялся прорываться через темноту в поисках света. Надежды сбылись. Тьма начала расступаться. Замелькали просветы. И через какое-то время я вновь увидел свое тело. Хотя... Чего это с ним? Заработав руками, я подплыл к лежащему на асфальте молодому мужчине. Это был определенно я. Вот только какой-то шутник зачем-то натянул мне на голову парик длиною до плеч с уродским пробором посередине. На лицо прилепил усы и для пущего веселья переодел в ретро-костюм а-ля бременские музыканты. Что за фигня? Удивился я, осматриваясь вокруг. Это был все тот же перекресток. Правда, антураж изменился. Вместо Тойоты с фонарным столбом обнималась бежевая шестерка. Исчезли рекламные плакаты, что совсем недавно облепляли прилегающие здания. Вместо них кто-то прикрепил редкие блеклые вывески. Промтовары, продукты, столовая номер 16, книги. Куда-то пропали привычные высотки. Вместо нескончаемого потока машин за несколько минут по дороге проехали лишь пара легковых автомобилей, несколько грузовиков и три автобуса. И среди них иномарок не было вовсе. Люди? Те тоже сильно отличались. Все были какими-то блеклыми, неухоженными, словно сторонились спортзалы и салонов красоты. На мужчинах мешковатая одежда и стоптанная обувь. В руках вязаные сетки, заполненные серыми бумажными свертками, жестяными банками и стеклянными бутылками. На женщинах платья старомодных фасонов, нерадующих глаз расцветок. Они шли по тротуарам, цокая каблуками своих громоздких туфелей, взирая на мир, намазанными синими тенями и черной подводкой глазами. В руках они тащили оттягивающие их плечи книзу, заполненные доверха сумки и те же авоськи. Ни на одном из прохожих я не заметил ни пирсинга, ни дредов, ни цветных татуировок. Субтитры создавал DimaTorzok